Иногда и встречаешь людей, которые удивляются тому, что вот самый настоящий живой композитор, которого можно даже потрогать. Композитор Илья Димутский бесспорно счастливчик. Сегодня это единственный молодой автор, чья музыка звучит на сцене Большого театра. Балет-герой нашего времени – тройственный союз Ильи Димутского, хореографа Юрия Посохова и режиссера Кирилла Серебренникова. В балете три части – Белла, Тамань, Княжна Мэри, и в каждой из них появляется новый Печорин. Чтобы портрет композитора получился более объемным, я решил рассказать о нем через призму высказываний тех, кто был причастен к созданию этого спектакля. Мы всегда ищем современную музыку. Нам все кажется какие-то вот метаморфозы, там идет минимализм музыки и так далее. А тут вдруг пришел молодой парень с симфоническим образованием. И такая большая редкость на самом деле. И мы поняли, что на самом деле мы столько лет ждали-ждали этого симфонизма в балетном мире. И слава богу, мы дождались. Вообще, наверное, композитором становится из какой-то другой музыкальной профессии. Мне еще повезло, что там совмещают с той же хоровой деятельностью, я из хорового училища, то есть всю жизнь пропел в хоре мальчиков. В Питере. В Питере, да. И, в общем-то, как бы вот потом дирижерское образование. И тем не менее, уже начиная с шести-семи лет факультативно занимался композицией с Игорем Ефимовичем Рогалевым. И вот во многом это был такой тот фактор, который, в общем-то, меня и направил в дальнейшем. А почему с шести лет начал заниматься композицией? Как можно почувствовать, что мальчик может писать музыку в шести лет? Это исключительно дар педагога. Честно говоря, когда я услышал первый раз музыку к нашему балету, к балле, я немного испугался, потому что музыка действительно ритмически неровная, сложная. И когда вышли на сцену, уже музыка совершенно звучала по-другому. Конечно, живой оркестр и замечательный наш дирижер. Это все при помощи Ильи превратилось в совершенную фантастику. Есть просто потрясающие фрагменты, которых хочется даже на рингтон себе поставить. Ильи превратилось в совершенную фантастику. Конечно, мои братья и сестры были одно время, также ходили в музыкальные школы, там, брат, я помню, на виолончели, потом на гитаре, а потом ударился в спорт, он закончил колемию Лесгов-то вовсе. Сестра, тоже все занимались, обе сестры фортепиано, но одна ушла в танец, а сейчас ушла в семью, у нее трое детишек, а другая диджей вообще, вообще диджей, причем такой довольно известный в Питере. Мама всем дала возможность себя в какой-то области проявить, в том числе в музыкальной. Все занимались фортепиано, но кто сильнее себя проявил, кто выжил в этом, поварился и понял, что дальше готов идти, тот в этом остался, это был я. Музыка здесь как раз дает ту отстраненность и ту отрешенность, которую диктует, кем ты можешь быть, то есть она дает огромное пространство для творчества. Это сразу стопроцентная ундина. И мне кажется, что в музыке это есть, есть вот это именно ее какая-то потусторонность, есть ее какая-то изменчивость, есть ее какой-то магнетизм. И магическая сила. Я был довольно усидчив и мог заниматься, да, там из-за фортепиано многие часы. Не скажу, что там в футбол играл, во двор бегать. Ну и вообще был какой-то такой очень спокойный, очень правильный пайника. Абсолютно был исполнительный. Постоянно вот учился, все на пятерочке. То есть даже я вот сейчас вспомню, мне даже смешно немножечко. Но это дало какой-то свой результат. Я исполняю партию Грушницкого в третьей новелле в Книжной мэрии. Мое знакомство с музыкой состоялось на самом деле еще в декабре, когда начинались постановочные репетиции балета. Тогда уже было удивительно, насколько наполнена эмоциональностью, каким-то вот нервом музыка. Ну вот несколько дипломов в консерватории Сан-Франциско. Это парижская летняя школа. А это просто за какие-то достижения, консерватория Сан-Франциско. Еще учась в консерватории, да, уже на дежурском хоровом факультете, я подумывал совмещать с композиторским факультетом. Примеривался, ходил там на уроки к разным учителям. Там сидел, интересовался, думал, подавать, не подавать. Писал музыку, участвовал даже в каких-то фестивалях. Потом был период, когда думал, может быть, пойти на вокальный. Буквально на последнем курсе дирижерско-хорового я совершенно случайно увидел объявление о возможности подать грант на обучение в США. И я тогда подал на две специальности, дирижерский и композиторский. Мне пришел ответ, что, к сожалению, на две нельзя. И я сосредоточился на композиторский, потому что понял, что раз здесь я уже дирижерское получил, то хотелось бы попробовать именно композицию. Под эту музыку очень приятно танцевать. Она для меня, вот для моей партии, она мелодичная. В ней есть смысл, мне есть что сказать в танце под эту музыку. Прекрасная для меня была школа, что, собственно, дипломный концерт в консерватории Сан-Франциско заключается в том, что я должен сделать полноценный двухчасовой концерт. Мне предоставляет консерватория только зал. Она не предоставляет ни исполнителей. Я сам ищу исполнителей. Я сам договариваюсь с каждым из них. При этом понимаете, что у меня нет финансовых возможностей всем заплатить за участие в концерте. То есть это именно личностное общение, умение заинтересовать человека. Вот давай ты исполнишь мой флейтовый концерт, а за это я его для тебя напишу. Или, как я сделал, я нашел хоровой коллектив небольшой, сказал, ребята, давайте я вам напишу произведение, которое вы можете исполнять у себя в Берере. Но за это вы его исполните у меня на дипломном концерте. То есть умение договариваться. Это вообще, ну, как раскрепощает композитор. Умение быть немножечко в чем-то наглом. И вот такие вещи, они помогают. Мелодия не квадратная. Мелодии накладываются одну на другую. И нужно ее сначала так привыкнуть к ней, а потом уже находить такие душевные какие-то всплески, наверное, в ней очень вдумчиво надо слушать. Поначалу очень было сложно. И я задавался вопросом, думал, ну как я, как мне услышать то, что мне показывает хореограф, или там просит рья. И сразу этого не получалось. Очень много акцентов музыкальных. Очень много всплесков. И очень много в этой музыке эмоций. И вот было трудно как-то мне распределить это по хореографии, по роли, чтобы это было музыкально с танцом. Вот вы спрашиваете, как сделать так, чтобы исполнялась симфоническая музыка. Понятно, что я не приду в оркестр, я не скажу, не хотите меня сыграть. Меня как бы даже никто и не посмотрит. Но если вы откликаетесь на конкурс композиторский, и даже если вы не получаете никакую премию, но проходите финал, там, скажем, в последние пять произведений, ваше произведение все равно будет исполнено хорошим оркестром, в приличном качестве. Это уже немаловажно. У вас всегда есть портфолио. Таким образом у меня накопился какой-то материал, который я, например, выкладывал в интернет, на ютюбе, на других каких-то ресурсах. Так, благодаря интернету, с музыкальными сочинениями Ильи Тимуцкого познакомился режиссер Кирилл Серебренников. Он написал мне в фейсбуке, Илья, не хотите ли сделать со мной балет? Потрясающе. Да. То есть, вот, конечно, я тут же согласился. Мне кажется, что, по-моему, все получилось. По-моему, результат, который мы готовили, тщательно, тяжело, и, собственно говоря, непростой со всеми материалом, он зазвучал, и мне кажется, что имеет успех. Я очень счастлив. Процесс работы протекает именно так, что вот я сажусь с утра, вижу музыку. Ну, по мере возможностей. Я предпочитаю, чтобы это был как бы свободный день, чтобы я спокойно с утра зарядился, сделал себе там кофе, как я это люблю, чтобы мозг завести, и сажусь работать, сажу за инструмент. Музыка в Томане в нашем балете очень интересна. Балет получился мистическим. То есть, и потрясающе, дополняют музыку, и потрясающие декорации, и костюмы. Но музыка вот именно передает эту странную историю. Я вообще считаю, что я довольно быстро пишу по меркам. Просто я знаю, что многие композиторы мучаются, и там годами могут писать относительно небольшие произведения. У меня, когда поставлена четкая задача, срок, дедлайн, я знаю, что вот у меня будет по контракту надо дать сочинение к такому сроку, что оно будет главное, и что меня вдохновляет, оно будет исполнено тогда-то. Я как бы работаю в удовольствие. Я могу сказать, что мне было легко с первой репетиции. И чем больше я слушала эту музыку, тем больше она мне нравилась. Теперь я живу вместе с ней. Я все время ее напеваю, она все время звучит у меня в голове. Я с ней засыпаю, просыпаюсь. Поверьте, а последний монолог, который звучит под фортепиано, который находится еще на сцене, просто каждый раз, когда я слушаю эту музыку, у меня слезы наворачиваются на глазах. Обычно ночью у меня идет процесс переваривания того материала, на котором я работал за день предыдущий. и это иногда мешает спать, вплоть до такого, ну, чуть ли не голова уже гудит, и вот ты прям мучаешься, думаешь, так, может быть, надо было вот все-таки не в эту сторону, блин, вот не так написать. И вот такой, что называется, везде чешется охота встать и дальше идти работать. Вот такое бывает. Но встаешь и веждаешь работать, нет? Нет, потому что надо, я понимаю, что надо выспаться и со свежей головой идти дальше работать. Так что вот немножечко отдохну и снова с головой в омут.